Вот этот человек у нас работает с остатками от всяких металлических частей. Например, делает вещи из инструментов. Эта женщина, она вообще-то расписывает иконы. Здесь она вдохновилась картиной Климта. Вот получилась вот такая у нее голова. Называется... Название даже она не придумала. Это женщина. Вот так вот. Это называется картина «Кто выиграет Третью мировую войну?». Вот такая вот политическая немножко тема. Это без названия. Гвозди в голове. Это называется работа... Не знаю как. Тоже без названия. Вот это вот у нас работа Эва Севера. Тоже без названия. Просто вот так вот она красиво оформила мозаикой. Самое дорогое в изготовлении голова получилось. За исключением еще нескольких. Ну и моя голова вот такая. Прошу заметить, что свою голову я начала делать еще в начале января. Когда про коронавирус никто ничего не слышал толком. Но я уже подумала, какая хорошая идея. И вот смотрите, маска, которую я взяла. Она была из старых запасов. Смотрите, у нее две завязки. Первая и вторая. Это как доказательство. Сейчас таких масок даже не встретишь. Сейчас все на резинках. Ну корона, само собой. Человечество украсило себя такой короной. От своей дури, я бы так сказала. Еще планировалось тут лапша на уши. Потому что как символ того, что вранье кругом окружает этот коронавирус. Но в данном случае немецкоязычных странах не понимают этого выражения. Лапша на ушах. Поэтому оставила как есть. И вот подставка тоже. Мир разделился до и после. До и после. С короной и без. До этого было плохо, а стало вообще замечательно. Вот такая вот моя идея. Вот эта скульптура человека из Вены. Он пошел гораздо дальше, чем просто голову. То есть не взял пластмассовую голову, ее как-то обделал. Он, видно, полностью, конечно, изменил. Смотрите, какая тут тонкая работа. Мне очень нравится, кстати, сказать. Действительно хорошая работа. А здесь вот он показывает этапы этого пути. Сначала он делает из глины. Затем он все помещает вот в такой вот гипсовый материал. Видите? Далее. Я, честно говоря, даже не пойму, что было вперед, что было потом. Вот такие вот вещи. Вот это вот какие-то вспомогательные. То есть это все этап за этапом. Он показывает, как он делал. Я только сейчас это поняла. Я что-то не всматривалась, честно говоря. Вот. И вот эти вот все вещи. И в конце получается вот такая бронзовая скульптура. Смотрите, как все это сложно. Казалось бы, да? Интересно. Дэзи большой интерес проявила к иконам. Даже встала на лапки. Встал на лапки. Субтитры создавал DimaTorzok